всем привет друзья сегодня интересная тема и очень популярная это коронавирус и то что объявили пандемию в европе сейчас большая волна эпидемии возможно двинется к нам а возможно нет очень много разных источников информации о том что будет в россии будет карантин закрываться города сейчас у многих людей паника она такая тихая паника но это не очень приятно я скажу вам такую вещь что сейчас очень много гуру по вылезали которые предлагают какие-то практики против корона вируса типа это дыхательная техника уничтожит коронавирус я вам сразу могу сказать не ведитесь на эту чепуху никакая дыхательная практика не сможет уничтожить коронавирус если вирус попадает в кровь то дыши не дыши хоть какую-то технику применяй хоть какую медитацию ты применяй вас это не спасет то есть спасут конкретные медикаменты либо такое серьезное лечение медицинское или вакцина все остальное это полный бред то есть то что там кто-то потопал перед камерой и чуть-чуть там еле-еле подышал и говорить что это вам поможет максим это слегка укрепит вашу иммунную систему поэтому не так страшен коронавирус как то что о нем думают люди я сегодня хожу по москве ходил по москве и заметил что многие люди ходят без масок первое что нужно понять что волна может прийти в россию может не прийти могут закрыть города на карантин то есть это запретят выходить из дома а мог могут этого не делать на самом деле никто не хочет этого делать никто не хочет закрывать метро никто не хочет стопорить бизнес и потому что пострадает очень сильно экономика она в любом случае пострадает и самое страшное что может быть от вот этого всего глобального шухера это экономический упадок потому что в плане россии доллар подорожал и рубль начал просто падать вниз это говорит о том что вырастут цен вот об этом нужно думать нужно думать о том что будет после того как закончится вот эта эпидемия как все про стерилизует потому что коронавирус это обычная форма гриппа но не обычная она мутированная то есть этому это грипп мутант который вспыхнул в китае тоже очень много версий о том что это было такое серьезное испытание бактериологического оружия и это просто вышло из-под контроля и затем это начало распространяться по всему миру попала в сша попала в европу сейчас как только это все дело уляжется будут страны винить друг друга кто что это сделал будут искать доказательства то есть будет куча каких-то повода друг на друга наезжать что нам нужно делать первое это заботиться о своем здоровье это укреплять иммунитет то есть можно делать практики вообще любого характера можно покупать витамины то есть можно закаливаться даже нужно это делать все то есть все комплексы которые укрепляют иммунную систему нужно делать нужно голодать нужно делать чистки нужно делать дыхательные практики нужно заниматься спортом то есть все то что усиливает здоровье все то что усиливает иммунную систему этого сейчас навалом это все нужно делать но просто поймите сейчас очень много хайпожоров и они все, то есть для того, чтобы набрать просмотры, делают какие-то практики от коронавируса. То есть, ну, это просто хайп, и это немножко нечестно по отношению к людям. Потому что ты выдаёшь контент, типа «Моя практика поможет», а она на самом деле не поможет. Это вирус, то есть это серьёзное заболевание, которое лечится серьёзными методами. Поэтому, друзья, будьте внимательны, не ведитесь на эту тему, что коронавирус можно победить какой-то там техникой, каким-то заговором, какой-то дыхательной практикой и так далее. Вы можете максимум только укрепить свою иммунку, максимум укрепить сопротивляемость организма. Есть случаи выздоровления от коронавируса, то есть это не всех касается. То есть часть людей заболевает, часть людей умирает, и умирают именно те, кто наиболее слабые. То есть это нужно понять. То есть те люди, которые сослаблены иммункой, у которых проблемы с сердцем, со здоровьем, с лёгкими, какие-то хронические заболевания, то есть они больше в зоне риска. Те, кто здоровый, молодой, сильный, когда организм крепкий, то можно это спокойно пережить и с вами ничего не станет. Но я вам рекомендую подумать о том, что будет после вот этой волны. Именно после пандемии, после того, как всё уляжется, всё простерилизует, все дома отсидятся, выйдут. Что будет дальше? Дальше будет просадка экономики. Вот это, конечно же, это печально. Потому что навряд ли рубль пойдёт вверх. Навряд ли. То есть я не уверен. Очень много прогнозов сейчас экономических. Посмотрите в интернете, что говорят аналитики. Причём разные аналитики. Не один какой-то, а разные. И оценивают ситуацию, которая, она глобальная. То есть это мировой глобальный кризис. И мы приехали к этому моменту. Поэтому сейчас рекомендую без паники заниматься здоровьем. Больше фокус на себя. Перемещения какие-то лучше ограничить. То есть хорошо уехать за город. Это идеальное место для того, чтобы переждать эту волну. Хорошо работать на удалёнке. Хорошо работать, если вы в России живёте, на внешний рынок. Потому что есть очень много русскоязычных людей за границей, которым требуются ваши какие-то знания, навыки. Потому что так происходит у меня. Очень много учеников и просто зрителей, которые меня смотрят не только в России. И это хорошо, потому что охват на весь мир. То есть если вы хотите экономически выжить в этот упадок, в этот провальное время, да, или экономический кризис, то вам нужно расширять свои охваты. Потому что в России покупательская способность, она резко упадёт. И люди будут тратиться только на хлеб, на кефир, на гречку. И на самое-самое необходимое. Поэтому подумайте лучше об этом. А так сейчас лучше переждать, меньше выходить, меньше контактировать, укреплять иммунку, заниматься дыхательными практиками, заниматься пранаямами из йоги. И быть очень в такой спокойной форме, вести себя спокойно, без паники. Потому что эта паника внутри у людей, она провоцирует на просто психосоматические заболевания. И это тоже не очень хорошо. Потому что сама по себе паника – это провокатор на психосоматику. То есть можно вызвать какие-то психосоматические заболевания, и потом от них тоже лечиться. Зачем? Подумайте об этом. Очень хорошо о медитации. То есть прям четкое спокойствие и умиротворение, занятие спортом на свежем воздухе, меньше контактов с людьми и не вестись на всякие хайпы. Потому что сейчас просто люди и зарабатывают на этом, и выдумывают какие-то свои методы, но они ничем не обоснованы. Потому что если человек вам говорит, что он выдумал какое-то средство против коронавируса, то пускай он им заразится и при помощи своего суперсредства попробует вылечиться официально. Тогда это реально поможет. И реально можно будет понять. Просто будьте аккуратны, фильтруйте информацию и меньше паникуйте. У меня всё. Такая информация. Будьте готовы ко всему. Любой глобальный кризис – это мощная зачистка, это повышение вибраций на планете. Слабым будет плохо, сильные будут выживать. Это как отсев. Это как некая естественная реакция планеты. Тем более 2020 год – високосный год. И очень часто в високосные года, я уже тут циклично заметил, происходит какая-то паника, какой-то шухер, связанный либо с экономикой, либо с какими-то вспышками заболеваний. И это чаще всего охватывает всю планету. Поэтому будьте здоровы, фильтруйте информацию, поднимайте иммунитет, работайте на удалёнке, работайте с охватом на весь мир онлайн, учите языки. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что многие меня смотрят, но не подписываются. Ставьте лайк, колокольчик. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео.